Крымская стратегия Украины, беспощадная ахинея, русская весна, Сергей Аксенов назвал украинскую стратегию по деоккупации Крыма и Севастополя глупым и безнадежным фарсом, а недавно прошедший саммит Крымской платформы, по его мнению, представляет собой сборник бесполезных мероприятий и инициатив. Едва ли глава полуострова взял на себя труд, внимательно ознакомиться с объемным документом, одобренным правительством Украины на этой неделе, однако его оценка кажется абсолютно точной. В пояснительной записке к стратегии говорится, что ночью 27 февраля 2014 года российские войска без опознавательных знаков вторглись в помещение парламента Аркрым, заблокировали украинские военные объекты, взяли под контроль инфраструктуру. Не забыли авторы и о проведении референдума 16 марта и состоявшегося по его итогам подписания договора между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и создании в составе Российской Федерации новых субъектов. В завершении описано, как на полуостров входят украинские военные подразделения и после этого назначаются выборы органов местного самоуправления. В целом же документ состоит из длинного перечня распределения обязанностей и мер, которые должны привести к возвращению Крыма в состав Украины. Здесь и мониторинг, и расследование различных правонарушений, международное давление на Россию, подсчет причиненного ущерба, заочное уголовное преследование коллаборационистов и многое другое. Нет только одного, думаю, самого важного подраздела. Стратегия полностью игнорирует мнение жителей полуострова относительно собственного будущего. Ни о каком волеизъявлении не идет речи. Собственно, этот подход уже давно утвердился на Украине. Идет ли речь о возвращении Крыма или Донбасса? Вопрос о том, что думает об этом местное население, даже не ставится. Так, как будто решается судьба безлюдных территорий. На самом деле за этим кроется глубокое отвращение к жителям мятежных регионов. Киев отдает себе отчет в том, что они реально голосовали в 2014-м за воссоединение с Россией, а значит, их решением следует пренебречь, поскольку оно ошибочно и преступно. Украинские власти намерены возвращать доверие людей весьма странными средствами. Например, дети получат возможность дистанционно обучаться в украинских школах, а молодежь в вузах. Надо ли говорить, что желающих получить образование на Украине не будет, разве что единицы? Стратегия предполагает создание условий для участия в спортивных соревнованиях спортсменов и команд с временно оккупированных территорий. Однако при этом будет делаться все возможное, чтобы крымчанам был перекрыт доступ к международным соревнованиям в составе сборных команд РФ. Здравоохранение, отдельная песня. Предполагается, что жители полуострова в массовом порядке подпишут договоры с семейными врачами из Херсонской области на предоставление медуслуг. Я с трудом могу представить, что кому-то придет в голову воспользоваться этой чудесной опцией, отправиться на прием за 300 километров через две границы и спешим переходом между КПП, да еще и с реальной угрозой угодить на нары за коллаборацию. Есть в документе и откровенный бред, кажущийся галлюцинациями человека, находящегося под воздействием тяжелых наркотических веществ. К примеру, пункта постоянном мониторинге ситуации по сохранению культурного наследия, в том числе наследия крымско-татарского народа. Стратегия утверждает, что к 2024 году будет создана национальная группировка космических аппаратов и обеспечен прием данных от иностранных космических систем зондирования временно оккупированной территории в ходе дистанционного зондирования Земли. То есть отслеживать ситуацию с культурным наследием украинские власти будут из космоса. Нет сомнений, что именно так все и произойдет. В общем, разбирать беспощадную ахинею — труд неблагодарный, однако необходимый. Вчера один крымчанин спросил меня, стоит ли жителям полуострова беспокоиться из-за стратегии. Я ответил, что нет, да он и сам думал так же. Беспокоиться стоит лишь о душевном здоровье тех украинских чиновников, на которых будет возложена ответственность за воплощение всей этой голематии в жизнь.